Привет! Меня зовут Тася Фламель, и я преподаю химию в онлайн-школе Вебиум. Мне в руки попал вот такой набор. Давай вместе его распакуем и проведем эксперименты отсюда. Так, ну, выглядит на самом деле довольно интересно, и список опытов весьма впечатляющий. Ну, по сути, это все самые классные эффектные опыты, которые проводятся на каждом химическом шоу. Давайте посмотрим, что там есть внутри. О! Выглядит очень красивенько. Ну, судя по всему, здесь 8 опытов, потому что 8 коробочек. Давайте я их, наверное, выложу, и мы будем потом выбирать. Я думала, что мы выложим и посмотрим, что тут осталось еще. Но тут осталась только маска. Хочется пошутить про то, что она больше не нужна. Ну, ладно. А свечка где? А тигель где? Ну, опытов здесь много разных. Есть опыты с огнем очень эффектные. Есть, на мой взгляд, довольно скучные. Попробуем успеть сделать все. Если не получится, ну, тогда придется снимать нам еще один ролик. Я даже не знаю, с чего нам начать, если честно. Я хочу начать с луканчика. Тут написано что-то про соблюдение техники безопасности. Интересно, сама техника безопасности где-то есть или нет? Смотрите. Давайте прочитаем. Это очень важно. Используйте набор под присмотром взрослых. Нормально. Следуйте указаниям инструкции. Вот это все. Опыты нужно проводить на негорючей поверхности. Кстати, это очень-очень важно. Эксперименты проводите в защитной одежде, в халате, перчатках и очках. У меня, к сожалению, нет очков. И в наборе их тоже нет. Поэтому просто будем очень осторожными. Так, не принимайте пищу во время проведения опытов. Не пробуйте реактивы на вкус. Плотно закрывайте емкости. Ну, короче, все остальное довольно банально. Так, здесь есть, собственно, реактив. Его очень мало. Я вам открою секрет. Также здесь есть, видимо, перчатки. И инструкция. Нам нужно взять поверхность какую-то негорючую, насыпать на нее дихромат. Это вот это вещество. Оно здесь одно... О, оно подписано. Оно подписано. Здесь прямо на упаковочке написано дихромат аммония. И написана даже формула. Указана. Нужно потом просто подождать и... И все. И ждать. И здесь, кстати, указана суть опыта. Тоже можно прочитать, ознакомиться и блеснуть своими знаниями химии перед теми, кто не сможет понять, что здесь написано. Вот. Ну что, давайте попробуем сделать. Из негорючей поверхности у нас нашлось только вот это. Можно, кстати, использовать противень. И вообще я советую делать этот опыт на улице, если у вас есть такая возможность. Потому что сейчас у нас полетят частички оксида хрома-3. Дышать ими не стоит. И так, я надела перчатки. Не те, которые были в наборе, но их тоже можно использовать. Теперь нам нужно вскрыть упаковочку. Так, не сразу, но я смогла открыть. Теперь высыпаем и стараемся сформировать горочку, чтобы выглядело эффектнее. Теперь нам понадобятся спички. И будем поджигать. Попробуем еще поджечь. Попробуем еще поджигать. Ну, теперь, я думаю, понятно, почему этот опыт называют вулканчиком. Так, пауза. Так, пауза. Текс. Я не знаю, что такое молекулярная кухня. Вот, но я знаю, что такое химические водоросли. И, по-моему, нам нужно будет ждать какое-то время, пока они будут вырастать. Поэтому я предлагаю начать с них, а потом посмотреть, что здесь. Слушайте, я никогда не видела такие пробирочки большие. Классные такие. Простите, пожалуйста. Ну, кого что восхищают, слушайте. У меня вот пробирочки. А можно я с собой соберу эти пробирочки? Так, и нам нужно налить в емкость какую-то. Я взяла химический стаканчик. И теперь мы будем сюда аккуратненько добавлять кристаллы, веществ, которые тут у нас есть. Но у нас есть только сульфат марганца. Вот, он, кстати, практически бесцветный, хотя на самом деле должен быть розоватым. И у нас есть хлорид железа 3. Кстати, на канале есть ролик про химическое равновесие. Мы там тоже очень много с хлоридом железа 3 химичили. Здесь нужно постараться добавить максимально аккуратно, чтобы все очень красивенько росло. Ну, ладно, попробуем добавить большой. Мне кажется, он плохо будет ручить. А знаете что? А я все сделаю неправильно. Оказывается, не надо было выливать все это в емкость. Я читать не умею. Нужно было оставить это все в этих красивеньких пробирочках. Я просто очень хотела их себе забрать. И выращивать прямо там. Между прочим, все великие химические открытия, ну ладно, не все, но очень много великих химических открытий были сделаны случайно. Вот мы сейчас с вами сделали тут что-то не так. А потом бац, и окажется великое химическое открытие. Поэтому, ребята, вы являетесь свидетелями просто исторического события. Кажется, я сейчас бахну все сразу. Это вот знаете, когда сначала не высыпается, а потом так хоп, и ты уже ешь пересоленную кашу с вареньем. Да, это получилось не несколько кристалликов. Но так как как бы проблема изначально была не в количестве кристалликов, я думаю, что сойдет. Давайте посмотрим, как наш сад. Ну, слушайте, нам сказали в инструкции, что очень долго будет расти сульфат марганца. В итоге он вырос. Ну, опять же, это не то чтобы очень эффектно, но тем не менее мы видим, что как будто бы действительно что-то проросло. А хлорид железа так и остался там лежать. Так, ну давайте еще что-нибудь подожжем. По-моему, пепельное дерево. Мне кажется, что оно тоже должно быть с нагреванием. Хотя, если честно, я никогда не делала этот эксперимент. Или делала. Не знаю, что они называют пепельным деревом. Так, ну тут опять техника безопасности. Мне кажется, простите, возможно, я не права, можно было положить один раз эту штучку и не класть ее в каждую коробочку, а лучше положить побольше реактивов. Но мы не жалуемся. Так, что тут нужно сделать? Ой, тут что-то сложное, тут фольга нужна. Нам нужно взять фольгу, сделать из нее корыца с бортиками, положить на негорючую поверхность. Затем мы высыпем уротропин. О, тут есть фольга, представляете? Мы уже хотели искать фольгу. А вот она, она. Вот это, я понимаю, подготовка. Я вот только что прочитала описание к этому опыту, и я не очень понимаю, чем он отличается от фараоновых змей. Ну, мне кажется, это похоже на корыца. Так, будем класть все сюда сразу. Так, и теперь туда, собственно, глюканат кальция добавляем. Глюканат кальция, кстати, можно в аптеке купить. По-моему, так и называется глюканат кальция. Поэтому, если вам понравится опыт, вы можете просто купить его, и все. И поджигаем. Это довольно скучный опыт, потому что нам придется очень долго ждать, пока вырастет дерево. Но оно уже растет. Собственно, что здесь происходит? Глюканат кальция разлагается по вот этой реакции. И под воздействием углекислого газа, который выделяется и улетает вверх, он же газ, у нас происходит рост вот этого дерева. То есть углерод, до которого происходит разложение, просто как бы подталкивается этим газом наверх. И, кроме того, вот если мы присмотримся, здесь мы видим белый такой налет. Вот это оксид кальция, который тоже получается при разложении. Дерево у нас развалилось, потому что оно очень хрупкое. Оно выглядит таким довольно твердым и монолитным, но, опять же, это же просто уголь, причем довольно мелкодисперсный, окруженный газом, по большому счету. Поэтому вот я сейчас могу вот так вот сделать, и видите, он легко разрушается. И он такой мягенький, как будто бы ватка. Даже нет, мне кажется, мягче, чем вату. Я не успела сделать все опыты, поэтому предлагаю встретиться во второй части и доделать все самое интересное там. Напиши в комментариях, какой опыт тебе понравился больше всего. Не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Кстати, в описании к этому видео ты найдешь ссылку на все актуальные курсы подготовки к ЕГЭ по химии со мной. Пока-пока!